Всем привет дорогие друзья, вы на канале Светлана Ланкова, живу в Сочи, рассказывая о жизни и отдыхе здесь. И сегодня мы с вами гуляем по склону Газпром Лаура. Нижняя станция канатных дорог Лаура находится рядом с развлекательным центром Галактика. И именно с этой точки мы отправимся на нашу первую остановку, приют Психако. Добирались мы своим ходом вместе с мамой и дочками по новому Краснополянскому шоссе. Доехали до Газпром Лауры примерно за 30-40 минут. Рядом с канатными дорогами здесь есть очень удобная парковка, она платная. С тарифами можете ознакомиться выше, прикрепила сводку. И как раз сейчас мы заезжаем на эту парковку. Зашли в туалет на парковке. Очень даже тут чистенько. Пришли мы на посадку в канатной дороге. Смотрите, вот такая тут очередь на вечернюю прогулку. Здесь стоят люди, которые так же как и мы купили билеты онлайн и просто приехали заранее, чтобы занять очередь. На самом деле вся эта очередь ососалась довольно быстро. Сели, да? Едем. И вот с нижней станции канатных дорог мы сели на канатную дорогу А1, закрытую. И поднимаемся в сторону приюта Психако. У детей эти подъемы всегда вызывают восторг. Примерно к 6 часам вечера мы добрались до станции приют Психако, который находится на высоте 1440 метров над уровнем моря. Интересно, что здесь расположен лыжно-биатлонный комплекс, а также ряд достопримечательностей, таких как оленья ферма и хаски центр. Но вечером после пяти туда попасть не получится из-за ограниченного режима канатных дорог. На вечернем тарифе у вас будет возможность пару раз прокатиться на открытой кресельной канатной дороге B1. И через час, к сожалению, она тоже закроется. Поэтому на канатной дороге у вас будет ровно час и свободное время до 11 вечера для простых пеших прогулок по горам, как это сделали мы. Субтитры делал DimaTorzok По канатной дороге B1 Здесь никто не гуляет, и мы решили в круговую поехать дальше, не слезая с кресла. Ничего хотите? Мам, а сейчас откроется? Мам, а сейчас откроется? Ну да пойдем. Ну да пойдем, а? Спасибо. Что ж? Не беру бабу. Ха-ха-ха-ха. А, я думаю, что он не... Такие тут запахи, прям хочется дышать. Мне нравится. А вон ски. Катились мы только что на открытой кресельной канатной дороге B1 и идем сейчас в сторону C1 тут написано. На закрытой сейчас поедем еще выше. Сюда мы не попали, потому что они работают до 18.30. Вот, сейчас 18.32 и работают канатная дорога только на спуск. Но мы не унываем. Мы делали с собой перекусики и кормим деток в горах. Да? Вкусно вам? Кого ужина решили прогуляться по тропинке. Пойти вон туда, в ту сторону. Какой-то ресторанчик здесь есть, одичалы и тюбинг. Но мы с вами пойдем по вот этой тропинке. Здесь вот слева цепочка коттеджей. Какой-то гостиничный комплекс. Надо узнать, что это здесь за отель такой. Время уже близится к закату. И очень приятно было гулять под таким светом. Наделали кучу фотографий. И на самом деле это время считается лучшим временем для создания фото. Так как это золотой час, солнце дает теплый свет. Снимки получились потрясающие. Пошлись по этой тропе. Идем теперь обратно. Пофотографировали. Свет такой хороший сейчас. Что? Что? Нашла, мы с Малки вы дома и поигвали. К восьми вечера солнце уже село. И сейчас мы поедем обратно. Ну что, девочки, вам понравилось гулять в горах? Да. Что больше всего запомнилось? Что мы ездили на открытых подъемниках и вот эти, где мы сейчас едем. Там вкусно пахнет, да? Да, вкусненько пахнет. Но чуть-чуть страшно. Ну дай мне ее вкуснее. Давай, говори, говори. А что тебе понравилось? Как интервью? Ромашки. Ромашки? Да. Ты собирала букетик, да? Здорово. А еще голубику ты кушала в горах. Ну а куда ты делала? Это на ромашки. И мне поваливать гулять. Гулять. Мне понравился красивый вид. А закат? Не закат. Тем более я видела лесу и зазву. Время восемь часов. В итоге погуляли мы два с половиной часа. Очень даже нам понравилось. Ну да, очень красиво. Идем на парковку за нашей машиной. Кстати, сейчас 27 градусов. Температура не сильно упала. Хотя днем было 37, да? А сейчас 27. На 10 градусов упала температура. Если вам нравится такой контент, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok